Прекрасный вопрос про национальную идею России. Конечно же, это сейчас не то чтобы как архаизм, ушедшим в прошлое, когда в царское время были царские уклады, в советское тоже был домострой, свои понятия. А сейчас молодая Россия, возрождающаяся. Это, конечно же, смешно это, может, не показалось. Это Сочи, это тоже своего рода такой артефакт возрождающейся молодой России, которая прививает свои понятия. И благодаря нашему руководителю нашей страны, который откровенно заявляет о том, что национальная культура, национальное понятие, идеология и устремление, и шаги, путь развития России, он уникален, он неповторим. И, естественно, он складывается и на исторических корнях, которые там сложились десятилетиями коммунизма, столетиями царской России укладами. И это синтез. Это синтез и бандитской России 90-х, и какие-то, ну, что ушло сейчас в прошлое, я надеюсь, безвозвратно, где выходят на первые позиции, ну, закон, порядок. Может быть, я идеализирую немного эту жизнь. Конечно, коррупцию там и дороги наши русские никто не отменял. Но, тем не менее, я убежден, что Россия через, может быть, какой-то промежуток времени малый или не очень малый покажет обязательно и даст, будет примером для подражания для всего мира. Не только для стран третьего мира, но и для таких крупных государств, которые находятся в Европе, в Северной Америке, в Австралии. Я убежден в этом, потому что об этом говорят многие... многие прорицатели многих стран и народов, которые говорили, что вот именно сейчас, в данное время, Россия будет переживать свой рассвет. Такой, какой она, может быть, и никогда не видела. Я верю в эти вещи, верю и Бабе Ванге, Нострадамусу, там, Парацельс, Эдгар Кейси. Это такие люди, которые говорят, что в России будущее, за Россией большие перспективы, не только в плане ресурсов. Я думаю, что мир придет в скором времени к тому, что он откажется от, ну, такого кощунственного отношения к природе, к экосистеме планеты в целом, потому что смех смехом... Человек, получается, паразит, который плодится, размножается, выкачивает энергоресурсы. Я не говорю уже про углеводороды. Это вырубка лесов, загрязнение окружающей среды выхлопами там в атмосферу. И, ну, вообще, просто загаживание земного шара начинается активное. Семь миллиардов людей, их становится еще больше. И это все продукты маркетинга. Покупается много ненужных вещей, которые выкидываются на помойку. И это все приводит к необратимым последствиям. Естественно, земля от этого, ну, так скажем, трещит по швам. И не ровен часто, возможно, что повышение температуры – это как инфекция. Я смотрел недавно фильм, казалось бы, вот эта очередная голливудская, ну, это лондонская пропаганда, то есть о Джеймсе Бонде, там, Кингсман называется, где там, ну, вот смешным языком понятным как бы говорятся очень такие правильные вещи, что нужно беречь себя и в данном случае нашу Родину в первую очередь. Потому что национальная идея сейчас молодой России заключается, ну, в первую очередь, в любви к Родине.